Объединение коммунистических сил в России Считает лекцию первый секретарь ЦК РКРП Степан Сергеевич Марицов Здравствуйте, товарищи! Спасибо, что пришли Приношу извинения за вынужденную техническую задержку Я полагаю, что мы наверстаем в это время путем сжатого изложения Я еще раз прошу простить Я буду сидя вести лекцию для того, чтобы удобно было оператору снимать Он настроил камеру таким образом Мы с вами сейчас живем в период, когда очень много партий с названием коммунистическая Одних только коммунистических партий Советского Союза три А с аббревиатурой КПСС еще больше Товарищ Пригарин в свое время делал такой обзор, собирал партии с названием коммунистическая По его оценкам их около 50 А с названием социалистическая еще 200 Я попрошу товарища Захарова раздать, ну виски так, чтобы все посмотрели То есть 50 партий с названием коммунистическая, это 2010 года Они все время меняются, что-то умирают, что-то появляются Вот как разобраться, в чем отличие между этими партиями, такое многообразие То есть сходу разобраться невозможно И вот эта обилие партий Которая присутствует в настоящее время Оно вызывает закономерное раздражение У сторонников коммунистического выбора Коммунистической идеи, коммунистического общества И многим из нас не раз, наверное, приходилось слышать Когда вы, наконец, все объединитесь Действительно, когда мы объединимся, что этому мешает? Ну, наверное, можно услышать такое обывательское мнение Что объединение мешает лидерские амбитства Ну, это роскошье самое объяснимое Ну, так ли это на самом деле? И какую часть проблемы объединения занимает лидерские амбиции Давайте разбираться Я предлагаю поступить следующим образом То есть постараться рассмотреть весь путь возникновения партии Объединения коммунистов в их историческом развитии С самого начала Прежде всего, мы говорим об объединении в партию Коммунистов в партию Знаем, что этому предшествует форма объединения в кружки Это зачаточная форма И изменить ситуацию с помощью кружков нельзя Маркс говорил, что до сих пор философы Тем или иным образом пытались объяснить мир Но все дело заключается в том, чтобы изменить его Вот для того, чтобы изменить С помощью кружка не изменишь Объяснить – объяснишь А изменить нужна партия В общем, какая партия? Мы говорим о форме объединения партии Наиболее сознательной передовой части Пролетариата рабочего класса Это форма, которая призвана руководить Всем классом, всеми остальными организациями рабочего класса То есть это ленинский подход Могут быть противники Что партия – это наоборот предаток чего-то, непонятно чего Мы говорим о том, что партия – это высшая форма организации класса И она руководит всеми остальными формами Могут ли быть несколько руководящих центров Один центр говорит – вот так надо делать Другой руководящий центр – вот это Прямо противоположно Понятно, что руководящий центр должен быть один Поэтому партия рабочего класса должна быть одна Их не может быть много Не может быть много руководителей Один, один центр Поэтому это вопрос актуальный Объединение коммунистических сил в одну партию Присутствует Значит, чем обеспечивается единство рабочего класса? Об этом говорили Ленин и Сталин Единство рабочего класса обеспечивается единством партии Если в партии будет много разных мнений И не будет дисциплины исполнения Опять же, не будет единого руководства Класс не будет Значит, слит направлен на одну и ту же задачу Поэтому единство партии, единство класса – это очень важные вещи Значит, процесс объединения при этом Обязательно сопровождается Процессом вытеснения негодных элементов Борьбы с этими негодными элементами С фракциями и прочими Поэтому галактически, да, мы подходим Объединяется В то же время И разъединяется Та часть, которая Переродилась или объединилась для других целей То есть этот процесс есть Все время и происходит Впервые, если мы берем Россию Впервые Начало кружков положено в 1883 году За границей в Женеве Руководитель первого кружка Был у нас Плеханов Сам Плеханов вышел из народника Но потом перешел на позиции марксизма Был популяризатором марксизма в России Переводил многие работы на русский язык Маркса и Ингельса Ну и считался таким признанным марксистом Значит, у него была Группа освобождения труда Он тоже ставил задачу создания единой партии И написал даже программы этой партии Первая программа была у него написана В 1897 году Где еще предусматривался даже террор Как формы работы Это от народников осталось Но вот эти программы Они никак не реализовались И до появления Ленина Это реализовать в натуре не удалось Саму идею Создать партию Появился Ленин Когда он приехал в Петербург Те же самые кружки Он настолько хорошо знал марксизм Что сразу стал авторитетным лектором У него были большие организаторские способности Он все кружки соединил в один Петрограде И он занялся, собственно говоря, тоже Вот этим вопросом объединения и создания Вы знаете, что первый съезд был в 1898 году Программы, собственно говоря, никакой не было Устава не было Было просто намерение объединить Заявили о том, что такая реализованная идея Что теперь мы все называемся Российские социал-демократы На этом съезд закончил свою работу И, собственно, руководящие органы особо не избирал И всех потом еще и арестовали вдобавок Делегатов этого съезда Поэтому ничем не закончилось Но в то же время марксизм стал модным В России очень многие начали заниматься марксизмом И Ленин провел очень большую работу Для того, чтобы подготовить, собственно говоря Объединение коммунистических сил, коммунистов Как мы сейчас называем, да? Тогда назывались марксисты Значит, именно объединение в одну партию Он боролся с экономизмом Выполнил ряд работ, так сказать И вот тогда он произнес свою знаменитую фразу Прежде чем объединяться, нужно решительно размежеваться Выяснить разногласия И потом уже объединиться Вот эта работа была проделана В 1903 году был второй съезд Где, собственно, произошло первое объединение коммунистов России Я напомню, как происходил съезд Второй съезд Значит, искровцы Было 33 голоса, центр 10 И правый и лист Если искровцы объединялись Они были в большинстве Но сами искровцы были 24 за Лениным и 9 за Мартовым Который впоследствии стал меньшевиком И поэтому, когда Мартов объединялся с центром и с правыми То они перевешивали Ленинское Поэтому большинство, оно было такое Неустойчивое Назовем так Какие вопросы По каким вопросам возникли первые разногласия Ну, это программное По диктатуре пролетариата Ленин настаивал, что это нужно включить Меньшевики Марков колебались Эти были против Значит, эта группа Тем не менее, удалось убедить группу Маркова И это первое требование в программу вошло Из чего мы можем сделать вывод Что требование диктатуры пролетариата Оно, в принципе, воспринимается Как программный тезис с меньшевиками И это еще не говорит о том Что если у тебя написано Диктатура пролетариата Значит, это действительно подлинная коммунистическая сила У Зиганова Сейчас тоже мы видим, да Диктатуру пролетариата Он выступает, об этом говорит Что он делает для того, чтобы реализовать это на практике У китайцев Значит, тут наши товарищи говорят Что они коммунистическая партия И движутся к социализму Потому что у них написана диктатура пролетариата От того, что написано Это не означает, что они действительно движутся туда Поэтому просто для себя это отметили Следующее разногласие Это организационные Что из себя представляет партия Ленин говорил о том, что партия Это боевой отряд с полувоенной дисциплиной Такая организация должна быть Революционеров профессиональных А марковцы Остальные, они считали Что партия-то должна быть значительно Менее дисциплинированная Что может быть любой членом партии Кто считает себя членом партии Тот и член партии Вот это Курсковская расхлябанность Интеллигентская такая Нежелание подчиняться дисциплине Потому что для рабочего Подчиняться дисциплине естественно Его формирует сама среда А для буржуазного интеллигента Это тяжело Это насильная над личностью Он воспринимает Очень болезненно Метод дисциплинарного подчинения Поэтому они выступали против И в этом вопросе Они одержали веру Здесь победили Партия Программа правильная Но организационная Никакая И следующие разногласия Были по руководящим Конечно Кто будет лидером Кто войдет в руководящие Состав редакции и ЦК Поскольку К тому моменту Когда дошло до выборов Обиделись Правые Бунт И экономисты И они ушли со съезда По национальному вопросу Там было обсуждение Им не разрешили представлять Организации формировать По национальному признаку Бунт Евреи Мы должны Только их Все евреи должны быть в бунде Обязательно Они говорили Но с этим не согласились Они обиделись И ушли И поэтому Получилось Большинство Ленина После их Они избрали Ленинский состав Редакцию ЦИК То есть вот Разногласия Идейные Организационные И лидерские Следующие разногласия Они проявились В 905 году Третий съезд И разногласия Эти по тактике Началась революция То есть что делать Политика Какая политика Политика одной стороны Политика другой Напомню что Ленин говорил Ленинская Большевистская часть Говорила о том что По революции Хоть и буржуазно-демократическое Но движущая сила Должен быть Пролетариат Рабочий класс В союзе с крестьянством Минщики говорили что нет Раз буржуазно Это либеральная буржуазия Должна быть впереди И руководить всем процессом А у пролетариата Есть другие задачи Не надо ему возглавлять Эту революцию Примерно так Такие разногласия Разногласия Проявились по тактике Потом был 906 год Так называемый Объединительный Потому что меньшевиков На третьем съезде Не было Они проводили свой Этот объединительный съезд Прошел под флагом Меньшевизма Революция дала Очень большой приток В партию Людей Меньшевики Принимали всех подряд Поскольку у них Критерии такие размытые Размыли партию Получили большинство И в цепи Они революбировали На съезде 907 год Пятый съезд Я его специально отметил Для всего Революция уже была На спаде И вот тогда Меньшевики Выступили с тезисом Который не поддержал съезд О том Что нужно провести Рабочий съезд И объединить всех И анархистов И Сказать Эсеров Всех объединить В одну партию Чтобы противостоять царизму Вот такое объединение На что Большевики заявили Что Мы говорим О единстве Марксистов А не о единстве Марксистов С извратительным Марксизмом То есть такое Единство Оно Не нужно То есть это Тоже важно И в 912 году Пражская конференция Которую провели Большевики Окончательно Разделилась Организационно От Меньшевиков И дальше После этого Было две Меньшевики И большевики Два движения Хотя начинали Они вместе То есть видите В 83-й год Начало Крышков В 903-й год Создание партии 20 лет проходит И потом еще Почти 10 лет Для размежевания Но от того Что размежевались Это не значит Что внутри большевиков Было полное единство Конечно Там были разные течения Тоже существовали Разные мнения В 1917 году Шестой съезд Взял курс на революцию И тогда же Включили Межрайонные группы Тросков Он вошел К большевикам Он принимал Участие Как большевик Но Не очень устойчив Оказался Большевик И начал создавать Различные Платформы Особенно После победы Октябрьской Революции После того Как Иссоры Себя проявили Как агенты Буржуазии Были запрещены Все партии Ликвидированы Все вот эти Товарищи Которые там существовали Значит были В СССРах Монархистах В межрайках Они все пошли В РСД РПБ Пошли туда Ну тогда уже Ленин поставил Вопрос О переименовании Поскольку Социал-демократия Дискредитировала Название Коммунистическую партию Пошли И Троцкий Начал сколачивать Разные платформы Не только он Один Оппозицию Вот здесь Началась Борьба И в 21 году Ленин Выступил Специально С вопросом О том Что все платформы Внутри партии Должны быть Запрещены Потому что Единство партии Надо обеспечивать Единство обеспечивается Волей большинства И выполнением Принятых решений А вот эти Платформы Раскачивание ситуации Когда Троцкий В 21 году Переход от Военного коммунизма К НЭПу Когда решается Вопрос Кто кого Когда крестьянство Может качнуться В другую Сказать Сторону И революция Потерпит поражение Когда Рабочий класс Ну Или социальная база Скажем Коммунистов Деклассировалась Немножко Размылась Потому что Промышленность Стоит практически Все годы Гражданской войны В 21 году 3% От По выплатке Чигуна От уровня 13 года 3% Почти стоит Все Замерло Вот как В этих условиях Начать Стилистическое строительство Запустить А Троцкий Навязывает Дискуссию О профсоюзах О роли профсоюзов Это не главный вопрос Был Всякими вопросами Вводят в сторону Запрещены С платформы Так достигается Единство Но не значит Что они запрещены Они перестают Существовать В партии Существуют Разные течения Они могут быть Неоформлены Но борьба Все время идет Борьба идет Есть советский период Когда Вот эта тенденция Те товарищи Которые придерживались Других взглядов Большевистских Ускрывались Под маской И под демагогией Большевизма Они в принципе Стали попадать В руководящий состав Чистых не проводилось Я могу сказать Что в 21-м году Было принято Еще решение Очистки партии То есть нужно было Освобождаться И за два года Было вычищено Половина Партия стала правящей Все туда хлынули Потому что она Давала какие-то преимущества И надо было Отсеивать Собрания проводились Открыто Перед В том числе Перед Присутствием Беспартийных И отсеивались Просто ненужные люди Слушали мнение Беспартийных То есть авторитет Надо было повышать То есть чистки Это тоже необходим Элемент очищения Соединения И очищения От негонных элементов Это все Практика была остановлена Мы говорили О причинах Поражения Временного Поражения СССР В том числе И останавливаться Сейчас на этом Не буду Но мы Теперь Перелистывая Историю Приходим К 90-му году КПСС Была одна партия Вот она Проводилась Восьмой съезд И что существовало На тот момент Откуда Появились Все эти партии Которые вы будете Посмотреть Значит КПСС Двадцать восьмой съезд Формально Партия Одна В действительности Партий Там Несколько Они разбились По платформам Демократическая Платформа Демплатформа Демплатформа Значит Шестаков Я посмотрел Его В интернете Про него прочитал Немного Ректор ВПШ Он В конце концов В марксистскую Платформу Входили Такие люди Как Бузгарин Куричков Пригарин Козлов Рой Медведев Геброва Тамил Иванов Это марксистская Платформа Она Выражала Интересы Не столько Рабочего Класса Сколько Интеллигенции Она говорила Что пролетариат Это рабочий Класс Интеллигенция Но Вот Интеллигенция Лучше Понимает И В чем Отличие От Движения Коммунистической Инициативы Которые Мы потом Вернемся В чем Были отличия Прежде всего В Марксистской Платформа Считала Что Должно Быть Множество Форм Собственности В Настоящее Время В 90 Году Нужно Несколько Форм Собственности Свой Тезис Она Обосновывала Тем Что Социализм У нас Не был Построен Был Переходный Период В это Время А раз Переходный Период Значит Наряду Социалистической Собственности Могут Присутствовать И другие Формы Собственности Ну Естественно Негативно Оценивали Роль Сталина Поскольку Он говорил Прямо Противоположно Утверждал Да Что Победа Социалистической Собственности Уже давно Была В 1936 Году И никаких Многоукладностей Тут быть уже Не может Один Фундамент У нас Должен Не допускал Формирования Вот этих Частнособственнических Тенденций Эти товарищи В какой-то Степени Выражали В 1936 Кто помнит Да Тогда мелкобуржуазная Волна Захлестнула Буквально Интеллигенцию И даже Часть рабочего Класса Вот эти Мешочники Какие-то Спекулянты Появились Где-то Покупают Что-то Продают Этому Способствовала И невыплата Заработных Плат За воли То есть Людей Выталкивали В эту сферу В том числе Это объективная Они попадали Деклассировались Попадали В эту среду Они не хотели Но были вынуждены Многие Заниматься Этим А интеллигенция С удовольствием Создавала Свои фирмы Фирмочки И прочее В основном Паразитировали Не столько Занимались Производством Эти фирмочки Сколько Паразитированием Расхищением Накопленного Тургом Советских Поколений Богатства То есть Марсистская Платформа Но при этом Она выступала Против Горбофева Его курса На рынок И против Демпл Фирмы Движение Коммунистической Инициативы Это то Собственно говоря Откуда берется Начало РКРП Куда входили Движение Коммунистической Инициативы Это Тюлькин Терентьев Попов Золотов Анпилов Макашов Авулиани Эти люди И все В целом ДКИ И Марсистская Платформа Составляли Одну треть От съезда То есть Это был съезд Помните В свое время Мешевики Хотели всех Собрать На один Рабочий съезд Я говорил вам Рабочий съезд Мешевики Анархисты И СССР И все кто Против Вот пожалуйста Он реализовался На практике Конечно Такой состав Съезда Он мог принять Только Решение В интересах Буржуазии Состав Такой Еще была Большевистская Платформа Она не присутствовала На съезде Но она тоже Существовала Большевистская Платформа Это Нина Андреева Откуда она взялась Трудно Понять Но Она взялась И сразу же Получила трибуну Сразу же выступила С критикой Слева Редко слева Выступила И от Большевистской Платформы В конце концов Выделывались Две партии ВППБ В днина Андреева И движения Граждан СССР Хабарова Они начинали Вместе Андреева Хабарова Ее доктрина Состоит в том Что Советский Союз До июля существует Российская Федерация Не государство А частная компания Которая зарегистрирована В Соединенных Штатах Америки И для того Чтобы Освободиться От этой временной Оккупации Нам нужно Искать Опираться На результаты Референдума 91-го года Искать выход В правовом поле То есть Ахинея полная Так вот С точки зрения Мархизма Есть такая поговорка Скажи мне Кто твой друг И я скажу Кто твой Вот это Хабарова Они начинали Вместе с Ниной Андреев Риторика Большевистская Такая Большевизм Все Большевизм у них Но при этом Он такая Так В КПБ Если вы посмотрите Материалы В основном Сводится к тому Что они Возлагают Венки К памятникам И поздравляют Народ и соотечественник С разными Праздничными Датами Советскими Все она любит Поздравить Северокорейского Лидера И китайцев Нина Андреева Все Больше ничего Нет Поэтому Такие Пустые Совершенные Движения Мы говорим О том Что это Буржуазия Мы их Не рассматриваем Марсистская Платформа Вышли Партия Трудящихся Которая Возглавляла Бузгалин Совет Коммунистов Которая Возглавляла Пригалин И РПК Радиационная Партия Коммунистов Которая Возглавляла Крючков С самого начала Шел Услей попытки Объединить Но разногласия Были Серьезные Был социализм Не было Формы собственности Сколько отношений К Сталина Плюс тактические Разногласия Они не позволяли Объединиться Непосредственно Хотя попытки Такие провалили И впервые Удалось нам Объединиться РКРП И РПК В 2001 году В 1991 году Произошло Создание Всех вот этих Партов Образований Первых Которые появились КПРФ Появилась В 1991 году Я напомню Что 1991 год Это год Когда пошло Нарастание Такого Народного протеста Демократы Проводили митинги В Москве Накачивали Собирали Сотню тысяч людей В поддержку Там реформ Своей Учеризации Вот это нарастание Волны Очень просто Они технологический Прям использовали Они запретили КПСС Тогда И Суд Можно Или нет В стране Иметь Коммунистическую Партию Вот эта волна Немножко склынула Все стали следить Если можно Или нельзя Включились в этот Процесс То есть они Протест По сути дела Людей перевели В русло Борьбы в суде Удалось Да Так Силы Лучшие Бросились в суд Доказывать И целый год Все наблюдали Можно или нельзя Чем кончится Кончилось тем Что Разрешили В конце концов Да Не запретили По крайней мере И после этого В 93-м году Когда разрешили Образуется КПСС И часть Актива То есть эти партии Были многочисленные Достаточно И часть Актива Начинает Издавать Вот эту Сленскую базу Переходит То есть Размежевание Такое Произошло Отток Численность Что РКРП Что РПК Она Меньше В 93-м году В 94-м году Из РКРП Выделяется Рабоче-крестьянская Российская Рабоче-крестьянская Партия Михаила Попова То есть Почему он выходит Уставные Разногласия Организационные Я это называю Такой Интеллигентский Рабочизм Он считает Что Большинство Руководящих Органов Партии Должно быть Рабочие По косвому Признаку Я могу сказать Что В 1903-м году Вот из этих делегатов Я вам Рисовал Было всего Четыре Рабочих То есть По идее Если бы Вот этот принцип Вели Большевики То Никакой Партии Не было Все-таки Это интеллигенция В большей степени В начале Процесса Организационные Тем не менее Приверженность Этого принципа Они Выделили Создали Свою Поль В 1996-м Году Исключен Балампилов За Анархопривативизм То есть Эта волна Спала Другая Спала Дальше Кропотливая Работа С классом На борьбу А то У него Энтезиазма Особо Не было Лидерские Амбиции Неугомонные Ведет не туда Исключили То есть Это потери Но Тоже самые Потери были У региональной Партии Коммунистов Революционной Партии Коммунистов В 1999-м Году Они исключили Местное Отделение Товарищей Козлова Соловейчика Которые Образовались В той же Самой Аббревиатуре Но стали Называться Региональная Партия Коммунистов За что Исключили В 1999-м Году Исключили За Выполнение Уставных Требований Потому что Крючков Делал Партию Тоже Как Организационно Как Полинским Принципом Если Решение Принято Надо Выполнять Местные Товарищи Отказывались Выполнять Решение ЦК Не Распространяли Газеты Не Почитали Взносы При этом У них Такой Сепаратизм Начал Развиваться Сами Стали Заключать Соглашения В том числе На международном Уровне Какие-то Контакты Устанавливать Проводить Переговоры И Регистрировать Юрлицо Не Сообразуясь С мнением ЦК За это Они были Исключены И Ослабленные Партии Конечно В численности Сама Объективность Заставляет Вот эти Разногласия Идей Не преодолевая Они были Преодолены В пользу РКРП То есть Товарищи Из РПК Которые Объединились Именно Они Признали Правоту Программных Положений С которыми Наступало Движение Коммунической Инициативы О том Что социализм Был построен Положительная Роль Сталина Несмотря на то Что ошибки были Но это ошибки Борьбы Они неизбежны В целом Роль положительная Но не все РПК Вошло Естественно Потому что Были товарищи Которые Не согласились С таким решением Объединиться Они не могли Поступиться В своем Мыслями Как должно Все строиться И они тоже Потерялись То есть Любое объединение Проходит Не Арифметически Вкладывается В величины Тут 100 Здесь 50 На выходе Не 150 Получается А меньше Потому что Часть людей Отсеивается Не согласны Это первое Успешное Объединение В истории Коммунистического Уважения Произошло В 2001 году Следующее Объединение У нас Было В рамках КПСС СКП КПСС Оно было В 2011 В 2011 Съезд Подтвердил РКРП Это объединение Особо Мы тоже Не очень Много Выиграли Эта партия Была в 1993 Году Создана Съездом СКП КПСС Но Тем не менее Значит Это второе Объединение Которое Провело На базе РКРП На базе РКРП Это те же Люди Во многом Есть конечно И молодежь Которая еще Тогда Не была Нигде Не участвовала В этих событиях Безусловно Но многие С тех времен Остаются В УКП С УКП Мы в стадии Переговоров И выработки Общей программы Пока Товарищи Предложили Свой вариант Программы Взяв За основу Нашу Как они сказали Программу РКРП Но при этом Мы высказали Им замечание О том Что не согласны С мыслями Что сейчас Мы находимся В постиндустриальном Информационном Обществе То есть Они так Текущую ситуацию Рассматривают Эти социологические Прожазные Концепции Ну и они Преувеличивают Как бы роль Субъективного Фактора Что В причинах Распада Советского Союза Завременного Поражения Социализма Все Пытаются Повесить На ошибки Сталина Ошибся Или партия Там ошибка Без Объективных Каких-то Причин И Преувеличить Роль Современности От личного Пактора Говоря о том Что у нас Бонапартизм В России Бонапартизм Выпирает на это Особенность Россия Что она борется С бонапартизмом Мы высказали Замещание То есть Процесс идет Определенный Разногласия В целом Между партиями Которые Выделились Например От РКРП С Фондом Рабочей Академии У нас в чем Состоит Вот сейчас Вопрос В политике В тактике То есть Товарищи Когда выделялись Говорили Что нужно Заниматься Рабочим вопросом РКРП Недостаточно Этим занимается И пошли Со своей Доктриной Что надо Заниматься Начальным этапом Организовать Борьбу Непосредственно На рабочих местах Организовать Профсоюзы Бороться За коллективный Договор После того Как Рабочий класс Пройдет Эту ступень Борьбы Организуется Профсоюз Завоюет Определенные Экономические Уступки Например Стоимость Заработной Заработная плата Станет равна Стоимости Рабочей силы Которую Товарищи Насчитали В 10 тысяч Рублей Завоюет Снижение Рабочего Времени До 6 часов Набьется У него Появится Свободное Время Он начнет Изучать Науки И После этого Можно двинуться Будет В сторону Создания Совета И потом Передача Власти И соответственно Вот таким образом Они ведут путь Мы говорим Что это не совсем Правильный путь Что он ни к чему Не приведет И практика Пока подтверждает Допустим Нам много раз Говорили О успехах Профсоюза Докеров Действительно Товарищи Показали пример При приеме Профсоюзной борьбы Но они остановились Как бы Вот на этом На этой ступеньке В своем профсоюзе И На данный момент Так получается Без политики Без участия В борьбе Всего рабочего класса Они Окуклились И Входят Сейчас Самые реакционные Системы Профсоюзов России Соцпроф Вострецов Вострецов Это тот Деятель Который Единственный Всех профсоюзников Поддержал Повышение Пенсионного Узовства Вот на словах По крайней мере Что Смаков Что Кравченко СКТР Они были против Куликов Из СПР Были против А вострецов За Профсоюз Докеров Теперь в этом Находится Объединение Здесь Вроде как Казалось бы Надо уже Караул кричать А не пропагандировать Да Вот этот путь Подумать Почему В чем Сбой Произошел Почему так Нельзя Наша линия Это линия Вовлечения В политику То есть Нельзя ограничиваться Только Организацией Профсоюзов Надо увлекать В политику Идти дальше Каждый раз Нельзя добиться Борьбой На предприятиях Мы говорим За коллективный договор Все будем бороться За коллективный договор И таким образом Уменьшим Рабочий день Вот когда мы Поставим вопрос О смене власти Вот тогда Нам уменьшат Рабочий день Только после этого Он будет уменьшен Поэтому надо Ставить его сейчас Как бы Оказалось Это может быть Что сил не хватает Мы идем по этому пути Вовлекаем в политику Создали для этого Объединение Родфронт И товарищи Вошли Наши фонд Рабочая академия Поначалу Но потом Почему-то Они передумали И особо Не участвовали В выборных Компаниях Никаких Не участвовать Они не участвовали Но при этом Вот интересно Мы выдвинули На президентских выборах Представителя Рабочего класса Сознательного Рабочего класса Машинистка Кировского завода Наталью Клесиц Она здесь Сейчас пришлось Товарищи Из фонда Рабочей академии Рабочей партии Россия Они очень отрицательно К этому отнеслись Очень отрицательно Но при этом Сами Михаил Васильевич Начал пропагандировать Программы Коммунистов России Сурайкина А кто такой Сурайкин Сурайкин Это Политтехнологический Проект Кремля Он целиком Управляется Оттуда Какие бы люди Там не были Сам руководство Это Политтехнологический Проект И создан Для того В том числе Чтобы Поддавливать Немного и КПРФ Чтобы оно было Более лояльно Потому что В случае необходимости КПРФ Проект Можно закрыть Вот пожалуйста Тебе коммунисты России Даже Значок у них Одинаковый Эмблемка такая Поэтому Говоря О программе Сурайкина О программе Сурайкина Михаил Васильевич Пропагандировал Это было понятно Вместо того Чтобы поддержать Линию Нашу линию На Собственную борьбу Потому что Наталья Сергеевна Нашла для этого Не для того Чтобы стать президентом А наоборот Чтобы мобилизовать Рабочий класс Не верить в президентские выборы А надеяться на свои силы Организовываться Класс Пропаганда Пропаганда Такого не было Назначалось Работать В старском правительстве Вроде как Несвыки Тем не менее В 905 году Большевики Рассматривали Возможность Участие Своих представителей В революционном Правительстве Переходного Переходного Революционное Правительство Вот это Временное Участвовали В том Чтобы Задушить Дальнейшее Движение К социализму То же самое Здесь У нас Евгений Александрович Козлов На этих выборах Начинает Вначале Они выступали Против участия Коммунистов Исполнительную Власть Со своей программой С той Становкой И здесь Он начинает Обслуживать Выдвижение Грудинина Под КПРФ Начинает Пропагандировать Иму Вот Как Как это Политические точки зрения Можно назвать Оппортунизмом Правильно Другое Не остается То есть Наша линия Была Линия наших Товарищей Политика К чему привело Можно сказать Ну Вы-то чего добились Мы У нас были Профсоюзы Да Докеров Авиадиспетчеров Можно А вы Чего добились Чего мы добились Ну Последнее Что мы добились Можно говорить О том Что На наших площадях Вот Проходила Конференция Образовалась Под флагом СПР Классовых Профсоюзов Объединение Профсоюзов Из шести Профсоюзов Они были На митинге 7 ноября Выступали Это те Которые Не боятся Политики Те профсоюзы Которые понимают Руководство Кроме экономической борьбы Есть еще Политические инструменты И они готовы С нами Использовать Эти политические инструменты То есть Это шаг Определенный Вперед Что из этого Получится Покажет практика Потому что Мы не знаем Может быть И ничего Не получится Но мы надеемся И мы будем делать Прилагать все силы К тому Чтобы из этого Выросло Действительно Мощное движение Рабочее Итак Подводя итог Понятно Что консолидация Коммунистических Сил Возможно Да Если имеются Общие Идейные Взгляды И понимание Организационных Принципов Вот этих людей Они Тянутся в партию Создают партию Но партии много Вокруг какого центра Он сейчас Должна пройти Объединяющая Эта консолидация Как вот выбрать Какая партия Вокруг Чего нужно Объединяться Вокруг какой программы И прочее Вопрос конечно Расставит практика Но могу сказать Что Все вот эти партии Они имеют Определенных Сторонников Пускай Немногочисленных Среди рабочего класса И вот эти отряды Которые находятся Под идейным влиянием Они совершают Те или иные действия Если партия правильно Руководящий центр Правильно понимает Задачу Текущего момента И дает Правильные установки То рабочие Которые находятся В связи Да Ну в тесной связи Начиная их выполнять Добиваются Результаты Практического И Сама партия Начинает Укрепляться Связь укрепляется Все видят Вот он Авторитет Вот практика Те же товарищи Которые дают Неправильные установки Рабочие Идут этим путем Потом Остаются Разные Которые Естественно Они отказываются От таких Руководителей То есть практика Расставляет все На свои места Как долго Будет продолжаться Консолидация Коммунистических сил Ну Можно сказать Что она Будет продолжаться Все время Пока существует Классовые различия Все время Пока существует Государство Диктатуры Пролетариантов Все время Будут процессы Объединения И вытеснения Негодных элементов Я закончил Спасибо Вопросы поступили Пожалуйста Вопросы Как вы оцениваете Блок соглашателей Буржуазии КПРФ Черносотиной Банды Монархистов Как вы оцениваете Блок соглашателей КПРФ Черносотиной Бандой Монархистов Под названием Русский ЛАД Это организация Это оценка Товарища Которая задает вопрос Сейчас Ряд партий Попали на ликвидацию В том числе Монархическая партия Как партия Ликвидировали Причем Ликвидировали Помните Такая была Аграрная партия Харитонов Одновременно Ее представлял Даже Валлотировался На пост президента Вот эта партия Тоже ликвидирована За то Что не выполняет Определенные требования Предусмотренные законом Ряд фронт Пока Не ликвидирован И мы как раз Сейчас заняты тем Чтобы выполнить Эти требования Потому что Если мы их не выполним Через несколько месяцев Тоже лишат Регистрации Выручили Тоже лишат Регистрации Ряд фронт Вот идет Образование Консолидация Коллинистического Полиса Также идет Процесс Соединения сил На правом И левом Флангах Вот КПРФ Сбивает Союз Они все время Это делали Вокруг себя Не объединяя В партии Объединяя Создавая Какие-то фронты Или блоки Или прочие Организации Делают Это в этот раз Собирают Вокруг себя Есть еще движение Такое Спонтанно Возникло Надо думать Молодежь Стала увлекаться Марксизмом Изучает Кружковщина Создаются Кружки Их очень много И различные Группы Тараскистов Тоже пытаются Сейчас создать Такую партию Левую Собирая Под свои знамена Вот эту молодежь Из этих кружков Есть такие попытки Разных блогеров И прочих И прочих То есть идет Процесс Ближение Ну соединения Коммунистических сил Но также и врагов Коммунистических сил Тоже Пытаются Усилиться По разным направлениям Поэтому Объективно Присутствует Второй вопрос Зачитайте Громко Это совершенно Отсущено Значит Вопрос Второй Не является Ли Чрезмерное Увлечение Товарищей Из рабочей Партии России Изучением Работ Гегеля В ущерб Революционному Марксизму Вредной Иллюзией Интеллигенции Во-первых Теорию Надо изучать Это одна Часть Теорию Надо уметь И применять То есть То что они Изучают Их Надо похвалить И популяризировать Это положительное А то что Они не очень Научились пока Применять На мой взгляд Надо им помочь Все Вопрос Закончились У нас есть Записавшиеся На уступление Напоминаю Товарищ Денисов Пожалуйста Товарищи Ну во-первых Разрешу От вашего имени Поблагодарить Степана Сергеевича За очень Интереснейшую Лекцию О О развитии Революционного Движения До революции В годы революции И о нынешних Временах Очень интересно Очень подробно Все Объяснено У нас есть Единственная Партия Которую мы Обязаны Укреплять Расширять И пропагандировать Это естественно Российская Коммунистическая Рабочая Партия Наши Товарищи Ближайшие Из РПР Мы будем Рады Всегда Общему Взаимодействию В революционной Борьбе Что касается Социал-демократов Из КПРФ Этих соглашателей Из бужуазии Ну Сами понимаете Товарищи Когда Главный Буржуй Узурпатор Награждает Главного Соглашателя Орденами Это очень Показательное Явление Доказывающее Сущность Этого Соглашателя То есть Господина Буржуина Зюганова Ну А что касается Ближайшего Мероприятия И Взаимодействия 21-го Числа Будет День рождения Товарища Сталина И будем Очень рады Видеть Участников Ленинградской Организации Рабочей Партии России На нашем Мероприятии Которое Состоится В 12 часов На платформе Станции Метроплощадь Восстание У Борельеф Со Сталиным Спасибо Товарищ Захар Жаль Бобова нет Я с ним Как-то на улице Поговорил И даже В общем Пришли к одному Мнению Что Однопартийная Система Она Неизбежно Партию Превращает В головастика Что скажет Лидер То уже Потом Когда лидер Меняется И партия Резко Меняет Курс Понимаете Потом Однопартийная Система Она Прожает Чудовищные Подхалимаш Просто доведенные До абсурда А вот эта Пролетарская Диктатура Это все-таки Я сам На заводах Полвека У рабочих Никакого Стремления Нет Какой-то там Власть брать Это совсем Не те люди Которые Стремятся К власти Но это Разговор Не на 5 минут Это разговор Есть люди Которые Стремятся К власти Амбициозные Люди Вот Ленин Сталин Но их Не так уж Много А большинство Людей Все-таки Хотят Спокойной Жизни Нормальной А уж Тем более Рабочие Понимаете И вот Был у нас Например Чичеров Такой Я работал Последние 10 лет Дважды Герой Советского Социалистического Ну какой-то Диктатор Он Ничем Просто Сидел Как Свадебный Генерал И От Пролетарских Диктаторов Там Обшатнулись Кто Карлутский Жульет Потом Сальвадор Альенде Это Можем Придумать Что Но Ее Фактически Не будет Можем Объявить Что у нас Власть Рабочая Но фактически Не будет Ее юры Будут А их Факта Не будет Вот так Вот Как хотите Я сам был Представителем Цехком Сколько я этим Рабочим Не говорил Вот Сейчас 5 минут Прошло Цеховое Собрание У нас Председатель Совета Трудового Коллектива Там Рабочая Я говорю Вот ты Председатель Совета Тебя оказали Высокую честь Я Председатель Цехком Был Почему Когда начальник Цех Начальник Цех Тоже Здесь Зарплатную Сядь Почему Тебя Там Нет Со Своим Советом Ты должен Советовать Кто Как Работал Какой Вклад Внес У кого Нарушение Дисциплины Были Все Тебя Что Не Приглашают Меня Меня Тоже Я Сейчас Буду За Это Бороться Вы Все Свидетели Психозов У меня Нет А Из Преднамеренное Хулиганство Прихожу К начальнику Тут же В кабинет У него Погром Делаю Пусть Говорю Хоть Весь ОМОН Вызывает Я Остался Дальше На Этом Заводе Вести Работу Вести Понимаете Но Если Завод Обезлюдил Рабочих Не стал Нескому Вести Работу Понимаете Одни Старики Все Донимаете Спасибо Товарищ Комаров Пожалуйста Так Ну ладно Я прослушала Как мне лучше стать Вот так вот Я прослушала Два выступления Одного товарища И другого товарища Мне кажется Что оба они Не совсем Точно Понимают Понятие Значение Этого Словосочетания Диктатура Пролетариата Диктатура Пролетариата Она В свое Время Была Диктатурой Рабочего Класса Взявшего Власть Пусть Мне Скажут Сейчас Люди Которые Понатарели В марксизме Что может Быть Я Теоретически Как-то Не права Но На мой взгляд Пролетариат И рабочий Класс Два Суть Разных Понятия Причем Рабочий Класс Понятие Гораздо Гораздо Более Широкое Чем Пролетариат На мой взгляд Значит Потому что Пролетариат Это тот У кого Он Существует Еще до Революции А после Революции Он хоть и Называется Ну как бы Он Оказывается У власти И Эта власть Называется Диктатурой Пролетариата Но на самом деле Эта диктатура Качественно Другой Общности Людей То есть Это рабочий Класс Который Взял Власть И осуществляет Эту власть А вот Пролетариат Это Тот Класс Который Еще власть Не взял Но готов Ее взять Это более Узкое Понятие И Когда Рабочий Класс Пришел К власти Та часть Этого Рабочего Класса Которая Была Пролетариатом Истинным Пролетариатом Без Извините Я регламент Переплюнула То есть Кто-то Остался Пролетарием По своим Стремлениям И своим Ну Идеологическим Установкам А кто-то Получив Власть Оказался Как вот тут Товарищ Захаров Говорил Оказался Бюрократом То есть Он Переродился Он оказался Перерожденцем Вот При Сталине Этих Перерожденцем Давили А Во А Ну Из-за того Из-за того Ну Ну Мы все Знаем Я не буду Повторяться Из-за того Что Все знают когда диктатура пролетариата, она была юридически на 22-м съезде оформлена. Но она была утрачена. Опять, я не претендую на истину. На каком классе? Когда было? В 61-м. Ее отменили официально. Но рабочий класс ее утратил, в смысле утратил власть, на мой взгляд, раньше. Раньше утратил. И поэтому, значит, нельзя путать два понятия. Рабочий класс и пролетариат. Пролетариат – это действующий и борющийся класс. А рабочий класс – это понятие все-таки размытое. Оно шире, чем пролетариат. Спасибо. Товарищ Египер, я об этих вопросах сегодня не говорю. Микрофон не берем, да? С кем не берем, по что? А, что? Там все слышно. Коротенько буду. Вообще, тема у нас занятия, опять-таки, я уже сколько раз говорил. Есть основная тема, давайте вокруг нее и вести дебаты. Основная тема – это объединение различных коммунистических движений, групп, кружков и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, что основная причина, почему до сих пор не происходит объединение, состоит в состоянии рабочего движения, в состоянии рабочего класса в данный момент. Он раздроблен, он поражен мелкобуржуазными идеями, мировоззрением, да. Соответственно, он и не требует пока объединения, поэтому нам приходится вот сейчас на теоретическом уровне как-то дискутировать, находить какие-то взаимоприемлемые решения, какие-то идеи вырабатывать. Да, рабочий класс, он пока смотрит, он сам по себе, и мы до тех пор, пока не будет этого мощного движения, а мы все-таки стараемся, чтобы оно было мощное, чтобы оно было организованное, оно, так сказать, это наша основная задача. Вот пока не будет этого мощного движения, я думаю, что как раз рабочий класс и не потребует этого объединения и не отбросит тех, кто будет ему мешать. Вот мое мнение такое. Спасибо. Я хочу поддержать ряд ключевых положений, которые отмышал в сегодняшней лекции Сергеевич, что солнечная бедница. Какой-то теоретический день размежеваться с теми, что, так сказать, являясь с противниками. И понятно, что коммунистическая партия – это авангард рабочего класса. Авангардов не может быть много, он может быть один. И одно из ключевых положений программы коммунистической партии, того объединения – это положение диктатуры и пролетариата. Наверное, можно согласиться с тем, что, скажем, даже при наличии положения диктатуры и пролетариата в программе партии, так сказать, можно не реализовывать. Но могу, наоборот, сказать, что если в какой-то программе партии, которая называется коммунистической, нет положения диктатуры и пролетариата, то точно это партия не коммунистическая. Вот с этим я, безусловно, соглашусь. В чем здесь у нас различие? Вот диктатура пролетариата – это сущность. Она там глубоко коренится. А вот на поверхности явлений в жизни, как она реализуется? Через советы, которые организуются по производственному кругу. То есть советы, в таком понимании, являются организационной формой диктатуры пролетариата. И обращаю внимание всех, эти советы создаются рабочим классом, да? Еще в условиях буржуазной власти. И это генеральный путь победы нашей. Что касается участия в буржуазных выборах, безусловно, надо участвовать. Но это дополнительный путь, дополнительный, тростепенный. И в этом корень различий. Пока на нас. Ну а кто прав, кто не прав, тоже соглашусь с Эстепаном Сергеевичем. Практика – критерий истинный. Вот за кем пойдет рабочий класс, в какую партию пойдет рабочий класс, да? Те окажутся правым. Спасибо. Заключительное слово. Спасибо за выступающим. Прежде всего, хочу сказать, что товарищ Захара со своей доктриной выступал. Но, наверное, его можно куда-то причислить, да? Буржуям. Ну, есть такие мнения, поэтому мы не будем просто говорить. Есть такая точка зрения. За одну минуту я не могу выступить. Дай мне выбирать здесь 40 минут выступить. А у нас обралась демплатформа. Демплатформа. А так в односторонии не получится. Что касается Галины Васильевны, вот пролетариат рабочий класс, она немножко перепутала, на мой взгляд. Пролетариат – это тот человек, который не имеет собственных средств производства и вынужден продавать свою рабочую силу. Пролетариат. Если он продает физический труд на крупном машинном производстве, это рабочий. Если он продает свои творческие способности, это интеллигенция. Ну, или умственные. Это интеллигенция. То есть интеллигенция и рабочий класс, они составляют пролетариат. Рабочий класс – это ядро пролетариата. Не шею, а он так был. Это ядро. Уже три человека договориться не смогли. А что ты договорился? А вы хотите, чтобы диктатура была? Ну, конечно, не будет. Все, закричи, пожалуйста. Значит, про программные положения. Конечно, хорошо, когда в программе есть диктатура пролетариата. Но в то же время не будем забывать Макса, который сказал, что реальное движение, реальная политика важнее десятка программ. Вот, тем не менее, это так. То есть программа, это схоластика такая, написано что-то там. А как реально себя проявляет партия, это гораздо важнее с точки зрения Макса, чем то, что у нее написано. Вот смотрите, она проявляется в этом. Ну, и тоже хотел ответить, что-то я фломастером написал, то есть сбился мне, не прочитать. Хотел возразить, не помню. Ладно. На этом закончим. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. И со 40-летним Вячеславом Вячеславовичем Сталина. И, как говорит наш учитель, лучший способ встретить праздник – это сосредоточиться на собственных недоработках. Поэтому, так и закончили. Так, а мне можно так, нет, не досталось ни одного листочка, пожалуйста. Так, для объявления, дорогие товарищи, у нас сегодня заключительное занятие. Мы уходим на каникулы. Также присоединяюсь с поздравлением с Новым годом. Всем желаю совместить приятное с полезным. Почитать и науку логики Дегеля, и полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, и капитал Марса, и сочинений «Осень и Смиреновича Сталини». Встречаемся мы после каникул. Первое занятие 6 февраля. Темы будут опубликованы в газете. Февраля! Субтитры создавал DimaTorzok